Семья Баран снова плечом к плечу. Этот выпуск невесты из Стамбула был полон грусти и напряженных моментов. Когда Эсма возвращается из однодневного отпуска с Галипом, дома ее ждут плохие новости. Возможность болезни Ады заставляет и Пика, и Фикрета зарыть свой боевой топор. Адам звонит Фаруку и сообщает ему, что его мать сбежала из больницы. Они поставили охрану перед домом. Сурия идет к врачу в плохом настроении из-за выкидыша предыдущего ребенка, состояния Ады и плохих отношений с Диларой. Врач говорит, что состояние ребенка хорошее. Фаруку идет к Адаму и просит помочь примирить двух женщин. Оба они везут своих супругов в Стамбул, они оставляют девочек под предлогом того, что у них есть работа. Обе девушки входят в банк, где они впервые встретились. Двое разговаривают и мирятся, мать Адама идет в компанию и разговаривает с сыном. Когда он понимает, что сын снова отвезет его в больницу, он убегает от Адама и убегает. Он убегает от полиции, ожидающей перед дверью, входит в свой дом и берет спрятанный там пистолет. Мужчина из его прошлого оказывает давление на Адама и заставляет его отмывать деньги. Адам беспомощно соглашается. Фаруку, который говорит ему остановить этот план, не знает об этом развитии событий. Сурея не может понять, почему никто не остановил Османа. Он спрашивает Фарука, но не получает ответа. Эсма наконец слышит от Бурку, что Осман собирается в Ирак и она остается беспомощной. Когда он слышит, что Фарук узнал о Сурее, он пытается успокоить брата, но ему это не удается. Мать Эпика узнает об Эрамане и Смы с Гарипом. Когда он говорит это во время ссоры, Фекрет тоже слышит это и идет к Гарипу, который пришел пожелать ему всего наилучшего. Акиф ведет синема на курсы по беременности. Здесь мы смогли посмотреть единственные смешные сцены сериала. Собираются друзья Сурея и Диляры, но Сурею не приглашают. На следующий день в особняк приходит ее подруга и просит девушку заменить сбежавшего вокалиста. Сурея говорит, может быть, не спрашивая мужа. Фекрет и Пик строят планы относительно Ады, чтобы утешить друг друга у постели дочери. Ночью они спят вместе в одной постели. Когда они идут в больницу сдавать анализы, они узнают, что у их дочери анемия. Будет начато медикаментозное лечение, но если оно не поможет, будет рассмотрен вопрос о трансплантации костного мозга. Конечно, в лучшем случае новый вариант будет родственным. Будут ли у пары накануне развода снова дети? Этот вопрос волнует каждого. Сурея ждет, пока муж закончит работу в компании. Мать Адама входит в компанию и говорит, у моего сына есть новости, я буду ждать его в его офисе и направляет пистолет на Фарука и его жену. Он злится на Фарука за то, что они не сохранили его секрет и передали ему письмо. Когда Адам случайно попадает в компанию, он узнает, что приехала его мать. Немедленно поднимитесь. Он спасает Фарука и Сурею в последний момент перед выстрелом. Печаль Адама, сдавшего свою мать полиции, побуждает Фарука пойти к брату. Плачущий Адам обнимает брата и продолжает плакать. Дуэт впервые чувствует себя братьями и сестрами. Отчаяние Османа. В конце последней серии Адам узнал, что его отец всегда хотел его, но мать похитила его и заставила пройти через все это. В конце серии он врезается своей машиной в стену. Его доставили в больницу. Фекрет по праву чувствует себя плохо. Новости приходят к Фекрету на свадьбе Акифа и Саням. Они идут в больницу с Диларой. Адам открывает глаза. Диляра узнает о письме, когда слышит разговор Фекрета и ее мужа. У Фарука перехватывает дыхание. Выблявывая содержимое, мужчина выпаливает, что Сурея знает-то, что знает, поэтому он идет в музыкальную школу и очень сильно ругает Сурею. Дилара идет к психиатру Адама и рассказывает ему о самоубийстве и письме. Он просит женщину помочь мужу. Психиатр немедленно отправляется в больницу. Он обсуждает все свои проблемы с Адамом. Адам смягчается по отношению к Диларе и вечером разговаривает с женщиной. Он просит его дать ему еще один шанс. Эсма, рано сбежавшая со свадьбы, немедленно отправляется в дом Гарипа и ухаживает за больным возлюбленным. Акиф и Саням прекрасно проводят свой медовый месяц. Мурат начинает работать стажером в компании. Они платят детям минимальную зарплату и заставляют носить посылки. Ипик составляет новый план и встречается с братом Исры. Это провоцирует мужчину и заставляет его напасть. Кто-то их фотографирует. Затем он идет и получает сообщение о нападении и угрожает пойти к Исре и посадить ее брата в тюрьму. Исра беспомощно соглашается и говорит, что пойдет к своей семье и вернется, не рассказав Фикрету о том, что произошло. В эту ночь они проведут вместе с Фикретом. Госпожа Асма отводит ребенка в музыкальную школу специально, чтобы помирить Сюрею и Эмира. Ребенок играет на барабанах и чувствует себя хорошо, но потом чувствует вину перед матерью. Он вымещает это на Сурее. Настоящий апокалипсис наступает, когда Бурку, которая слишком много выпила на свадьбе, рвет в туалет, чтобы сказать Асману, что она заметила его интерес к Сурее. Потому что Фарук слышит этот разговор. С этого момента Асман переживает утрату непонимания, а Фарук – предательство любимого брата. Попытки Асмана конфронтации сводятся на нет гневом Фарука. Бурджу, который стал причиной всего этого, ничего не помнит. Когда Сюрея расстается с Деларой, в которой она видит сестру, входит Эмир, пока она плачет в своей комнате, глядя на фотографию своих родителей. Они разговаривают. Эмир сожалеет о положении женщины и замечает ее сходство с ним. Утром он будет Сюрею с красными воздушными шарами. В конце концов они помирились. Когда Фарук приходит в компанию, он видит в своей комнате двух сотрудников, а также Фикрета и Мурата. Фикрет совершает еще одну ошибку и сообщает им, что они начали инцидент с самолетом «Баран», который, как обнаружил Адам, потопил их. Когда Фарук говорит, что ему следует внести этот вопрос на совет директоров, он отвечает, что он автоматически принимается большинством голосов Мурата и Адама. И когда он говорит это, он выглядит победителем. Акиф и Сениам, готовы к свадьбе Адам, находятся в кризисе из-за секрета, который его мать скрывала от него многие годы. Эту истину будет нелегко переварить. Гарип госпитализирован из-за сердечного приступа, из-за чего Сурея и Фарук усомнятся в отношениях Исмы и Гарипа. Акиф и Сениам готовы к свадьбе, но во время девичника, подготовленного Сюреей, произойдут неожиданные события. Отношения между Эпиком и Фекретом перерастают в новый кризис с приходом Эрхана. Конфронтация Адама с Рейханом заставит его усомниться во многих вещах о себе и принять решение. Господин Гарип возвращается из мертвых. В конце серии у Гарипа случился сердечный приступ, когда он собирался выйти из дома. Этот раздел находят Бурку и Осман, которые приходят в дом, чтобы забрать свои вещи. После того, как Осман сделал массаж сердца, его сразу же поместили в реанимацию и отвезли в больницу. Осман немедленно сообщает об этом своему брату. Эсма, получившая известие от Фарука во время ужина, немедленно отправляется в больницу и остается там на всю ночь. Когда Бурку обвиняет мужчин-барана в том, что случилось с ее отцом, она спорит с Османом. Он холодно относится к Эсме. Когда к ним приходит Гарип, их сердца потрясаются. Адам, с другой стороны, потрясен до глубины души правдой, которую он узнает в конце эпизода. Все истины, которые он знал, были уничтожены. Пока она рассказывала своему психологу о кошмаре, который ей приснился той ночью, Джан по ее просьбе отвез ее мать из тюрьмы в больницу,